Здравствуйте! Вы смотрите передачу «Беседа у Камина», и мы продолжаем общаться с настоятелем Староладожского Никольского мужского монастыря Игуменом Филаретом. Отец Филарет, приветствую вас. Здравствуйте! Рады, что вы нас пригласили в очередной раз. Нам приятно вас звать в гостях. Вот только что прошелся по Никольскому монастырю, и смотрю, у вас развернулись масштабные, можно сказать, грандиозные работы. На прищевых объектах обители трудятся люди. И отец Филарет, расскажите, пожалуйста, поподробнее о ходе ремонтных работ, что планируется сделать, какая цель. Ну, безусловно, то, что вы говорите, грандиозные, конечно, они, наоборот, очень скромные, потому что монастырь, в основном, все, что сегодня делается, он делает за свой счет, за пожертвования людей, которые нам передают на восстановление, на какие-то ремонтные работы. Если говорить по объектам, то, безусловно, такой большой победой была реализация, которая сегодня выполняется по консервации Никольского собора, потому что задолго до моего приезда этот вопрос обсуждался. И Министерство культуры Российской Федерации выделило средства в этом году на то, чтобы закрыть Никольскую церковь таким саркофагом, предотвратить дальнейшее разрушение. Это к осени должно быть сделано. Я надеюсь, что какое-то время Никольский собор, наша Никольская церковь, если вернее говорить, какое-то время еще постоит. Что касается всего остального, то, безусловно, заканчиваются фасадные работы на колокольне. Это мы делаем за счет пожертвований прихожан. Мы сегодня приступаем к решению аварийной ситуации, потому что новый игуменский корпус, год постройки здания 1853 год, в одной из стен произошел обвал. И сегодня мы получили уже разрешение на то, чтобы эту стену заложить и предотвратить дальнейшее разрушение здания. Если вы будете на Малышевой горе, увидите, что сегодня мы проводим тоже там частично фасадные работы. Почему? Потому что в этом году нам хватило средств только на то, чтобы покрасить купола и привести в порядок колокольню. Фасад колокольни храма, церковь древняя 17 века, поэтому тоже очень аккуратно нужно подходить к этому. Не обошли внимания. Мы, безусловно, из Чернавина. Мы разработали проектно-сметную документацию на замену кровли, потому что там полностью сгнили кровля и купола. Сметная документация была также разработана. Это где-то нам нужно найти 5 миллионов на то, чтобы только заменить кровлю. Но, как нам было сказано, к сожалению, на сегодня средств нам в этом году не выделят. Будем с надеждой ждать следующего года. Вот я обратился через социальные сети к братьям, сестрам, к нашим друзьям, прихожанам, чтобы оказали поддержку для того, чтобы мы все эти работы в этом году, в этот летний сезон завершили. Потому что действительно очень много средств уходит на оплату труда. Вообще эти работы, все фасадные, строительные работы, стоимость материалов, краски, извести, это очень-очень все дорого. Поэтому вот самое, наверное, главное сегодня мое обращение, просьба ко всем принять живое участие в реставрации, восстановлении святынь Никольского монастыря, других святынь Старой Ладоги. Потому что это наша история, потому что это наше будущее, это наше и прошлое, и это наше настоящее. Труд людей тоже имеет важное значение. Да. Здравствуйте, отец Филарет. Пришло время перейти к ответам на вопросы наших телезрителей. А я напомню, что благодаря широкой аудитории телеканала «Союз» вопросы нам присылают со всех уголков страны. 2 августа православные верующие чтят пророка Илью. И в этот праздник, Ильин день, есть свои обряды, традиции, обычаи. И к нам поступил видеовопрос от молодого человека из Новгородской области, как раз по этой теме, насчет этого события. Давайте послушаем. Здравствуйте, отец Филарет. 2 августа отмечается Ильин день. Говорят, что в этот день пророк Илья кидает холодный камень в воду. Скажите, пожалуйста, насколько это поверье актуально сегодня и можно ли купаться? Отец Филарет, как бы вы ответили на этот вопрос? Как бы я ответил на этот вопрос? Я ответил однозначно. Безусловно, есть народные поверья, которые собирались с нашим народом на протяжении многих лет. Это были наблюдения, это были какие-то люди подмечали. Но давайте мы честно посмотрим на эти вопросы. С другой стороны, дело в том, что и климат поменялся, и зачастую погода, она преподносит свои коррективы. Поэтому это всего лишь наблюдение, это всего лишь приметы. Христианство не имеет никакого отношения. Это всего лишь наблюдение людское, которое капливалось тысячелетиями. Поэтому купаться тут уже, если у нас еще погода постоит хорошая, то, безусловно, люди будут пользоваться каждым теплым днем. Но, наверное, самое главное, вот говоря о празднике пророка Божьего Ильи, когда мы смотрим на этот персонаж из истории Ветхого Завета, как человека, который почитал Господа Бога, и, наверное, самое главное, вспоминая эти события, нам надо думать не о внешней окружающей нас природе, да, или о том процессе, который происходит, а все-таки думать о духовном, думать и брать пример с этого человека, как и с других людей, о которых пишется в Священном Писании, положительных персонажей, положительных людей, Божьих пророков, святых угодников, которые научают нас действительно быть верующими, не отходить от Бога и всю свою жизнь соотносить со Словом Божиим. Вот это, наверное, так бы и ответил на вопрос. Но все равно отрадно, что молодое поколение знает этого пророка и некоторые обычаи. Однажды я пришел в храм, чтобы поставить свечи, но мне не позволили это сделать, так как я пришел со своими свечами, которые купил ранее в другой церкви. Скажите, почему нельзя приходить в храм со своими свечами? Ну, почему? Приходить можно, безусловно, можно, и никто вам не имеет права запретить поставить свечи, которые вы принесли с собой, взяв дома или приобретя в церковных магазинах, церковных лавках. Это не вопрос. Но здесь мы с вами смотрим, с какой стороны. Ведь когда вы что-то приобретаете в иконной лавке, вы жертвуете на восстановление, на жизнь вот именно этого храма. То есть, безусловно, можно ходить в булочную со своим хлебом, но насколько это будет целесообразно, потому что любой храм, еще раз хочу напомнить нашим братьям и сестрам, любой храм, любой монастырь восстанавливается за счет только тех пожертвований, которые люди приносят от своего сердца, свою трудовую копеечку. И также что-то за пожертвования приобретая в иконной лавке, это пожертвование идет на восстановление именно этого храма. Наверное, хорошо тому храму, где вы взяли и закупили много-много свечей, и с ними ходите по всем церквям. Но нужно понимать, что для прихода каждая копейка прихожан, она очень дорога, потому что приходится оплачивать и коммунальные услуги, и свет, и за телефон. Приходится оплачивать и платить зарплату людям, которые трудятся в храме. Откуда приход берет эти средства? Он берет, конечно же, за счет тех пожертвований, которые вы приносите, в том числе, когда приобретаете какую-то свечу, или литературу, или икону, в иконной лавке того храма, куда вы сегодня направляетесь. Поэтому это ваша помощь, это очень важно. А можно или не можно с чужими? Тут вас никто не имеет права останавливать, конечно же, приходите. Но есть эти этические вопросы, которые я бы просил вас помнить. Но в любом случае, это идет на благое дело. Дальше человек спрашивает, можно ли дома сожигать церковные свечи на праздниках, на Пасху, Рождество и другие? Конечно же, они же используются и в нашем молитвенном домашнем правиле. У каждого богочестивого христианина есть молитвенный уголок, где содержатся в чистоте, в порядке иконы, где лежат какие-то святыни, святая вода, просфора. И также в этих святых уголках мы с вами зажигаем и лампадки, если они есть, да, и, конечно же, свечи. Безусловно, пожалуйста, можно использовать. Ничего страшного. В жизни все течет и меняется. Старое поколение священников ходит, приходит новое. Это спортсмены, байкеры, музыканты, блогеры и так далее. Скажите, хорошо это или нет? Стать священником – это всегда очень ответственно. И существует определенный ряд, я бы сказал, ограничений, по которым священник, человек не имеет права стать священнослужителем. Это уже вопрос канонический, вопрос, который не касается. А то, что часто люди различных призваний находят путь к Богу, и батюшка был спортсменом, но стал священнослужителем, получив образование соответствующее, потому что священнослужитель, безусловно, должен иметь очень высокого качества образования, которое дается в наших академиях, семинариях и прочее. Поэтому, безусловно, самое главное, чтобы тот человек, который закрыл светскую страницу своей жизни, будучи по призванию тем, о ком вы сегодня говорите, понимал, что он уже совершенно другой человек, что служение священника от него требует совершенно другой подход и к людям, и к мировосприятию, и прочее, прочее, прочее. Просто это бывает, это не так часто, что люди из различных сфер нашей деятельности оставляют свою прошлую работу и идут служить священникам. Конечно, существует такое, но это лично каждого человека, потому что Господь касается часто, и вот людей таких профессий и призваний. Вот некоторые священники совмещают, вот, например, музыкант у нас есть известный. Ну, если это не мешает служению, если это идёт не вразрез с какими-то, да, христианскими нормами. Раньше было поверье, что покойник может выйти из могилы, поэтому на кладбище ставили ограды, чтобы он не смог за них выйти. Но ведь это из язычества. Скажите, почему сейчас мы видим ограды на кладбище? Как нам от этого уйти? Ну, это только человеческая практика, да, введённая не так давно, потому что, когда мы с вами побываем, допустим, на местах захоронений более древних, допустим, да, вот, Некрополи, то мы увидим в основном, конечно же, там просто присутствуют памятники, которые идут друг за дружкой. Но и ограждения на месте упокоения наших близких, они тоже имеют место быть. Поэтому делается для удобства, чтобы обозначить место, допустим, вот где лежит целый там род какой-то. Поэтому никто с кладбища не выходит. Человек, когда умирает, он переходит в совершенно другую реальность. А то тело, которое служило ему орудием для делания добрых, ну, и злых дел, кстати говоря, да, оно превращается в прах, как это заведено нашей жизнью, как это постановил Господь. Господь создал человека из земли, да, и человек возвращается в землю назад, тело его, а душа переселяется в мир иной. Поэтому человеческая только задумка, для удобства, я так думаю. Вот я, кстати, недавно был в Москве на Новодевичьем кладбище, там нету оград, вот как вы говорите, идут памятники. Да, да, но это вот уже более позднее появилось время делать ограждения на могилах. И дальше продолжение темы. По-христиански ли, когда в одном гробу хоронят двух людей, например, мужа и жену, или мать и ребенка, что говорит церковь по этому поводу? Определенных законов для вот этих вещей церковь не выдумывает. Это все-таки нужно отдавать гражданским постановлениям, гражданскому законодательству. Но в нашей христианской традиции, безусловно, для усопшего делается один гроб. Безусловно, могут хорониться рядом друг с другом, допустим, супруги, но они лежат в разных могилах, в разных местах захоронений. Хотя, вот интересно, я когда посещал обители, где покоятся мощи родителей преподобного Сергия, то вот мощи находятся друг с другом, рядышком, но они в разных раках. То есть, понимаете, вот есть то, что принадлежит только этому человеку. Поэтому по благочестивой традиции, безусловно, мы хороним людей вот таким образом. Ну, еще бывают ситуации, когда хоронят в разных гробах, но кладут сверху друг на друга. Ну, это тоже имеет место быть. Следующий вопрос. Что такое любостяжательство? И как побороть в себе такую страсть, как жадность? Любое к стяжательству. Вот часто вот эти вот плюшкины, которые собирают дома совершенно ненужные вещи, когда еще есть такая психологическая болезнь, как зависимость от походов в магазин. Да, шопоголики их называют. То есть, это уже психическое нарушение, психическое нездоровье человека. Поэтому христианство нас учит все-таки, во-первых, быть скромными во всем и довольствоваться малым, малым. Потому что мы зачастую, ну, как мы, вот люди зачастую делают как? Что имеем, храним, потерявшим. Набирают вот это стяжательство, набирают совершенно часто ненужные вещи, продукты, которые потом портятся и выкидываются на помойку. Простите, но это тоже, да, бывает. Поэтому, безусловно, мы должны довольствоваться малым. Господь нам дает на пропитание, люди получают зарплату, люди получают пенсии, да. И, безусловно, если мы что-то берем сверх того, покупаем для себя, а потом это приходит в негодность, мы, опять, окрадываем другого человека. Ведь этой же вещью или килограммом гречки мог воспользоваться совершенно другой человек, который нуждается в этом. Мы берем часто не от нужды, а для того, чтобы было про запас на черный день. У христианин, да, мы это видели совершенно недавно. И, конечно, безумие просто. Безумие, вот, когда ты понимаешь, что зачем это делать. В любом случае, без какого-то вида продуктов, как жили наши бабушки, дедушки и наши предки. Ведь часто довольствуюсь только одним видом блюда. Понимаете? Варили суп для всей семьи и ели. Никакого второго, третьего закусок и салатов не было. А мы сегодня, конечно, привыкли, чтобы у нас на столах все это было довольно для… Еще для одного греха, да? Для чрева нашего, да? Чревоугодия есть такой тоже грех. Поэтому здесь нужно смотреть за собой, каяться в этом. Если у человека есть склонность к любостяжательству, к собирательству совершенно ненужного, и тебе… Я говорю, вот, очень обидно бывает, когда человек набьет свои закрома, а потом приходится это выкидывать из-за того, что это портится. Поэтому, пожалуйста, вот во всем нам нужно следовать вот этой вот заповеди, быть умеренными. И, безусловно, надеяться, что Господь… Вы знаете, Господь никогда не бросит человека без пропитания, того человека, который на него надеется. И всегда будет одет. Господь в Евангелии говорит, «Ищите прежде Царство Божие, живите по заповедям Божьим, а все остальное земное – это всегда у вас будет. Господь никогда нас не забывает». То же самое с одеждой. Некоторые набивают себе шкафы, никогда в жизни эту вещь не оденут, так как прилежит там. Очень отрадно, что наши зрители продолжают изучать и читать Священное Писание. И следующий вопрос нам прислал Алексей из Ленинградской области. Его вопрос связан с историей Иова, которая описана в Ветхом Совете. «Здравствуйте, отец Филарет. Чему нас может научить история Иова из Ветхого Завета? Чтобы проверить его на преданность, Бог отобрал у него 10 детей. Затем у него родились другие дети. Что стоит человеческая жизнь? Очень поучительная вот эта вот сама книга Иова, его слова. А там же история какая была? Это был благочестивый человек, который жил по заповедям Божьим. И появляется негативный персонаж, дьявол, который как-то является перед Создателем и говорит, вот он верит тебе, потому что у него все хорошо. А ты вот отбери у него что-нибудь, он тебе хорошего слова не скажет. Это было испытание для Иова. И когда мы читаем эти строки… Он вообще обрек нищету. Они, они, все, что пережил Иов, и он, находясь в гноище, в своем, можно так сказать, да, потому что его поразила еще болезнь проказа. Он лежал и гнил заживо. И даже в таком состоянии, на пепелище своего родового, так сказать, дома, поместья, потеряв детей и скот и все, он восхвалял Господа. Хотя его говорили, хотя ему убеждали, да что ты вот давай, и родственники там. И книгу его очень хорошо читать людям, которые страдают в этой жизни много. Почитайте, посмотрите. Но итог всего того, что Бог вернул ему все, все вернул за его терпение и за его преданность. Вот основная нравственная, нравственный урок, который мы выносим из книги Иова, это, безусловно, терпеть ради Бога все, что нам не спосылается. Но если даже в этих терпениях мы ослабеваем надеяться на Господа и говорить, что Господь выше моих сил не даст мне, этим проверяется вера в Бога и преданность в Богу и прочее. Поэтому это очень хорошая книга, назидательная книга, одна из книг Священного Писания, книга Иова. Поэтому вот так кратко можно ответить на этот вопрос. Ну и пример от продолжения темы. Бог учит нас быть добрыми, милосердными и любить друг друга, возлюби ближнего своего, как самого себя. Можно ли в таком случае подружиться с сатаной? Конечно же, нет. Что общего между тьмой и светом? Что общего между добром и злом? Зло нематериально. Зло – это отсутствие добра. Добро – это некий абсолют, который не предполагает наличие и взаимодействие с ущербностью. Поэтому, безусловно, человек, живя здесь, он выбирает вот эти две стороны. На какой стороне он? Что он проецирует в этом мире? Добро или зло? С Богом он будет существовать? Или с дьяволом? Поэтому, отвечая на этот вопрос, однозначно говорю, что, конечно же, нет, нельзя, потому что падшие ангелы – это те существа, которые ненавидят человека. Почему ненавидят человека? Потому что Бог любит человека. И он, дьявол, ведет постоянную борьбу с нами, с людьми. Через людей. То есть, всю жизнь идет противостояние. Через негативные мысли, которые мы часто принимаем от него и поступаем так, как эти мысли нам велят. Когда мы творим грех, мы поступаем по воле дьявола, по воле падших ангелов. И даже апостол Павел предупреждает, говоря о нашей духовной жизни, что наша брань не против плоти и крови, а против духов злобы поднебесной. Вот это нужно обязательно нам всем очень знать. Кстати, как справиться с мыслями, которые одолевают иногда, и с негативными? Очень просто. И мысли надо отгонять. Чем? Молитвой. Поэтому мы всегда, когда идем, когда мы совершаем какие-то дела, мы всегда внутренне должны обращаться к Господу Богу. Есть краткие молитвы, которые очень хорошо ложатся на сердце, которые очень помогают человеку, взбатривают его. И человек, который, занимаясь своими делами, помимо того, что он мыслит, рассуждает, он еще будет и обращаться к Господу Богу, Иисусовой молитвой, или простой молитвой. Вот самая простая молитва, которую вы слышите в храме, когда приходите. Молитва «Господи помилуй». Вот больше ничего не надо. Это высота всех молитв, когда мы обращаемся к нашему Создателю с единственной просьбой «Оказать милосердие ко мне, к человеку». «Господи помилуй». Вот когда мы так будем, на каждую мысль отвечать, на нехорошую мысль, потому что у нас же есть и благие мысли, и хорошие размышления, о которых мы не должны забывать, когда мы думаем о Боге, думаем о своей жизни, каемся о своих грехах. А есть негативные мысли, которые подталкивают нас украсть, убить, обмануть или осудить кого-то. Вот на эти мысли, безусловно, нужно использовать щит в виде молитвы. «Господи помилуй, Господи помоги». Вот и все. Вот эти советы, они самые простые, самые действенные. Отец Творец, огромное Вам спасибо за интересную нашу беседу. К сожалению, время нашей программы подходит к концу. По традиции, я Вас попрошу обратиться к нашим зрителям, к Вашим прихожанам. Дорогие братья и сестры, мы, как всегда, призываем Божие благословение. Мы, насельники Староладожского Никольского мужского монастыря, братья, монахи, желаем Вам, чтобы Господь укреплял Вас на всех путях Вашей жизни. Давайте молиться друг за друга, оказывать друг другу поддержку. И тогда Господь мира будет всегда рядом с нами. Да хранит всех Вас Господь. Еще раз огромное Вам спасибо. Я напомню, Вы смотрели передачу «Беседа у Камина». Дорогие друзья, присылайте Ваши вопросы Игумену Филарету через сайт Староладожского Никольского мужского монастыря или страницу Волхов ТВ. На сегодня это все. Всего доброго и до встречи. Со всех краев земли русской едут сюда люди, чтобы оказаться у истока, остановиться, вспомнить наших великих предков и обрести силу. Насладиться красотой родных просторов и впустить в сердце покой. Войти в храм Божий, прикоснуться к величайшим святыням и наполниться. Приехав сюда однажды, Вы обязательно захотите вернуться в это место. Место, где пересекается прошлое, настоящее и вечное. Вас приглашает в незабываемое путешествие Никольский мужской монастырь в Старой Ладоге. Уникальный паломнический экскурсионный тур выходного дня это возможность провести время в стенах древней обители, встретиться с настоятелем монастыря, трапезничать с братьей по монастырскому уставу, а также для Вас подготовлена экскурсионная программа по обители и храмам Старой Ладоги. Не упустите возможность посетить поистине удивительное место. Место, где пересекается прошлое, настоящее и вечное. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok